Добрый день уважаемые трейдеры вас как всегда приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов dynamic sync данная стратегия включает в себя сканеры тренда а также трендовые индикаторы которые изначально предназначались для рынка форекс но любую форекс стратегию можно приспособить и для бинарных опционов что и было сделано в данном случае как результат на выходе получилось довольно интересная торговая система торгуя по которой можно получать сигналы как для turbo опционов так и для более консервативных сделок индикаторы для данной стратегии устанавливаются стандартно в терминал metatrader 4 так как в данной стратегии много индикаторов со сложными настройками то лучшим вариантом будет устанавливать ее из шаблона который можно скачать в конце статьи тем кто сталкивается с установкой индикаторов терминал metatrader 4 впервые будет полезно данное видео в нем подробно показывается и рассказывается о том как правильно устанавливать индикаторы в терминал metatrader 4 а теперь давайте перейдем на реальный график рассмотрим все правила торговли по данной стратегии так как в стратегии предусмотрено несколько правил для покупки опционов рассмотрим каждое по порядку первое что необходимо для покупки опциона call это чтобы скользящие средние начали окрашиваться в зеленый цвет соответственно для покупки опциона put скользящие средние должны начать окрашиваться в красный цвет как можно видеть в данной стратегии используется специальный индикатор свечей и поэтому второе что необходимо для покупки опциона call это чтобы свечи перекрасились в зеленый цвет а для покупки опциона put красный следующее что требуется для покупки опциона call это чтобы индикатор скамера тренда был зеленого цвета и для покупки опциона put соответственно красного четвертое правило для открытия опциона call требует, чтобы индикатор SYNC Momentum был выше нулевой линии и для опциона PUT ниже нулевой линии. Пятое правило для покупки опциона CALL относится к индикатору анализа тренда и требует, чтобы его столбики были зеленых цветов или темно-красного. И соответственно для опциона PUT столбики должны быть красных цветов или темно-зеленого. И последнее правило уже относится к самим сигналом в виде стрелочек. Обратите внимание, что стрелочки бывают разные, но и те и другие одинаково подходят для покупки опционов. И как уже многие догадались, для покупки опциона CALL нужны зеленые стрелочки направленные вверх, а для покупки опциона PUT красные стрелочки направленные вниз. А теперь сложив все вместе, получаем сигнал для покупки опциона CALL и сигнал для покупки опциона PUT. И последнее о чем хочется сказать это об экспирациях Экспирации можно использовать как в одну свечу от текущего таймфрейма Так и в 10 свечей Тут все зависит от вашего стиля торговли Также важно понимать, что в данной стратегии бывает много сигналов подряд в виде стрелочек Но использование всех сигналов подряд несет в себе очень высокие риски И такое количество сигналов стоит использовать только при очень сильном тренде или для долгих экспираций Теперь давайте попробуем поторговать по данной стратегии с использованием всех видов сигналов И посмотрим, что из этого выйдет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как видно из сделок, мы покупали опционы как по отдельным сигналам, так и по сигналам, идущим подряд. Но не стоит думать, что каждый сигнал будет обязательно приносить прибыль, и поэтому стоит соблюдать правила money management и соблюдать риски. А также обязательно протестировать данную стратегию на демо-счету. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!